Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александр Гамоля. Добрый день. Сегодня старшиня Белтелерадио компании наведал открытое акционерное товариство Гомель Бут Материалы. Геннадь Давыдька з'является членом одной из рабочих групп, створенных при администрации президента Республики Беларусь. Старшиня Белтелерадио компании провел размову с керавниками предприемства, ознайомився с вытворчостью и сустрелся с представниками працованного коллектива. По час информационной встречи задавались разные вопросы от планов по развитию медиахолдинга Белтелерадио компании до якости телевизионного продукта. Меня что порадовало? Те вопросы, которые задавались из зала по поводу развития Белтелерадио компании, контента или дополнительных съемочных возможностей, все это мы уже предпринимаем, мы над этим уже работаем. Это говорит о том, что мы примерно, не примерно, а достаточно точно уже знаем, что хочет наш зритель. Подровязанный репортаж глядите у наступного выпуска новинок. Сегодня вспоминается ровно 90-х годов с того момента, когда Гомель начнет работать у эфира своя радио. Об юбилеях и тем, чем живет областное радио сегодня. Репортаж наших корреспондентов. У 1926 году Гомель был центром губернии. Напевно, неопочнюю чергу пагетти причиной 14-го века тут начало вещание эфирной радиостанции. Докладно вядомо, что и она размещалась у будинку сучасного музея истории города Гомеля. Правда, у яким конкретно покои, теперь уже никто не памятая, заховали архивы и такие известки. Станция называлась Малый Коминтер. Передачу выходили, звичайно, по вечерах, коли ожитивлялась подача электроэнергии. И ащадно знаковая у истории областного радио места, чагуночная станция Новобелеца. А до разу после вызволения Гомеля у 43-м тут у некаких вагонах разместили радиостанцию Пчелка и почали эфир. В Огле гэта была вельми примитивная по сегодняшнему часу техника. Калина Протопопова на областной радио пришла у 1972-м и працавала тут больше 30-х годов. По осудности, она была пешим гуко-режиссером, да гэтага были гуко-операторы. Розница великая, оператор займався только монтажом пленок. Режиссер отказывал за весь процесс до выхода у эфир. Утренний и вечерний выпуск «Последних известий». Потом у нас была детская редакция, молодежная, пропаганда, промышленная и сельское хозяйство, и музыкальная. Вот эти все передачи. И каждый приходил, и у каждого было время свое. И вот мы монтировали. Было, конечно, очень были заняты, но, мне кажется, слушатели с удовольствием слушали наши передачи. Никаких, всегда писали нам письма, открытки, поздравлялись с праздниками. Сегодня Галина Протопопова каже, что ее вельми пошанцевала, працавала побачь с мужем, кто и был оператором на телебачене. Хоть и сябровна радую, так сама хапала. До речи об основной телерадой компании – это давняя традиция. Отчувать себе один коллективом и допомыхать один одному. Ехали в командировки вместе, и корреспонденты радио с нами ехали, куда-то на район. Там мы снимали, они писали, возвращались вместе. Это же был единый коллектив. Хороший коллектив. Поравнять сучасная радую с радую, и кем я но было еще на проконце 90-х немогчима, а в компьютерах тогда навык не марали. Записы имкнулись и робить так, как не было браку. Вельми уже свои саблевые была тагочасная техника. За час основания областного радую створалися и проходили реорганизацию розной отделы. А лень, где иначе на назвы, за все-таки головную увагу тут надавали информационному забеспечению. При одной умове информация повинна адресуровать. Перш за все, життё региона. Сейчас очень большая конкуренция на рынке радиостанции. То, чем мы можем привлекать своего слушателя, это местная информация. У нас очень большое требование по этому поводу. До 90% новостей, которые мы даем в наших эфирах, это новости Гомельской области. У початку этого года повстало пытание перехода на новый узровень радиовещания. У дневни 2001-го загручал «Экспресс» – первая региональная станция на Гомельщине. Зараз она ведомая, как Гомель-ФМ. В 2012-м телерадиокомпания запустила ящерную радиостанцию «Гомель-Плюс». Життё подтвердила правильность такого решения. С завершением работы проводного радиовещания областная радия не только не стратила своих слухачёв, а лей пропоновала им новые передачи за столью стереосигналом. Регион слышит наши радиостанции, потому что вещание распространяется на город Гомель и Гомельскую область. Совсем недавно мы внедрили систему работы с районными редакциями для того, чтобы наши слушатели получали оперативную информацию с каждых районов Гомельской области. Так, например, в эфире радио «Гомель-ФМ» выходит передача под названием «Местное время», где мы освещаем жизнь районов Гомельской области. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». В Гомеле прошел фестиваль «Прыгажості» «Золотая пролеска». Профессийный конкурс собрал больше, как 90 майстров Цырунинского мастерства, нейл-дизайну и визажистов из всей краины. С поборницей профессионалов майстер-классы, шоу-показы, салонов «Прыгажості», как это отбывалось, ведая Катярына Сапельникова. Гомельский фестиваль – один из самых ярких в Беларуси. Каляста представников индустрии «Прыгажості» из всей краины продемонстровали свои конкурсные работы. Модные, креативные, подиумные и, ведомо, весельные прически усяго 20 номинаций. Новиной этого года стали тату-стрижки. Такие эксперименты здявили навод строгие журы. В номинации «Хайр-тату» представлены достаточно очень сильные мастера. Конкурс радует нас, что на территории Гомеля до такой степени очень сильный конкурс в этой номинации. Ведовищным стало и перетворение девчат унявест. Майстри усяго за полгодины выконывали творчие работы. Але, как признаются удельники, рыхтоваться починали за некольки месяцев до конкурсу. А клиентки, звичайно, просят об зусім інших укладках. Просят сделать что-то, чтобы это выглядело, словно она встала утром и пошла. Что-то более естественное, поправить рукой и сильно не париться по поводу того, что прическа может развалиться или еще что-нибудь испортиться. Коли у кандидатурах на роль унявеста недохопу не было, то женихов с придатной шевельюры треба было еще пошукать. Микита Усольцу сокрыты прически Элвиса Пресли, раскрывая на специальном манекене. Живого человека попробуйте найти, который захочет на черный цвет покраситься. И, естественно, волосы сейчас не у всех хорошие, не у всех жесткие. А надо довольно жесткий волос. Кажучи про особливости селетнего фестиваля, организаторы отзнашают узросту дельников. Модная индустрия молодее, большая частка майстров – юниоры. Але это не отбивается на узровне конкурсу. Больше затое наступная золотая пролезка набудет статус международного фестиваля. Катерина Сапельникова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у православных верников почался самый строгий из христианских постов – Вялики. Он будет продолжиться 48 днём и завершится Вялика днём – головной падзей царковного календара. Вялик день з'является найстарожитным и самым важным христианским святом – усталяванным гонор у воскресенья Иисуса Христа. До этого часу православие закликает верников жить, выконываючи певные правила. Причим их призначение не просто отмовится от ежи, важно очиститься духовно. Нельзя осуждать никого. Второе, что нам завещается – это покаяние. Обязательно, без покаяния нету поста, это будет просто диета. Что подразумевает покаяние? Осознание своих грехов, видение их, сожаление о сделанном плохом поступке, решимости справиться. И третье, обязательное условие поста – это дела милосердия. Вот если эти три пункта будут, дальше приложить и телесное воздержание, причём разумное оно должно быть. Задача поста в физическом плане, то есть в плане еды, не навредить. А если будут наши усилия, пусть недостаточные, даже в духовном плане недостаточно, но искренне Господь приложит благодать и несовершенное нами доведёт до совершенства по своей милости. И об спорте. У Рызи завершился чемпионат Европы по боротьбе. Белорусские спортсмены завоевали на континентальном форуме 10 медалёв. Один – золотый, три – сребряные и шесть – бронзовых. Один из нагородов высшейшей пробы у копилку сборной принесла гамельчанка Мария Мамашук. В финальном поединке у ваговой категории до 69 кг Мария с ликом 9-0 перемогла спортсменку из Израиля Илону Кратыш. Для гамельчанки это не перший золотый медаль на чемпионате Европы. В минулом году она стала лепшей на молодёжном чемпионате. Тогда спортсменка выступала у ваговой категории до 63 кг. Так само на рахунку Мамашук – сребра чемпионата Европы 2014 года и бронза первых европейских гульняв. Новины регионы, информация об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин